Со свалки несет на нас смог, самый настоящий. А в этом году вообще он очень страшно на нас действует. У меня много внуков рядышком живут, и вот им приходится утром идти в школу и глотать вот этот воздух. Сегодня совсем у меня кружится голова, не могу прийти в себя, потому что утром наглоталось, приходилось выйти на улицу. Дом не проветриваю, потому что опасно, оттуда несет все, прям эти горят, горло болит, носу дышать невозможно. Каждый вечер дым, каждую ночь дым, утром открываешь форточку, в квартире дым. В подъезде запах до такой степени уже состоялся, то, что вот как бомжатник заходишь, вот реально пахнет дымом до такой степени, вот такое ощущение, как будто он копится, копится. Как вот бывает в подвалах, так у нас пахнет в подъезде. У нас растут дети, у нас астматики есть на районе, которые страдают, дети мучаются, новорожденные приезжают. В конце концов, у нас вот детская больница, да, там лечат бронхиты. И как они должны проветрить? Все эти силы принимают. В первую очередь, наши сады сейчас деградируют. На завтра еще мы, в дополнительную туда потребуем технику и хотим, в первую очередь, закрыть вот эту площадку, которая постоянно сгорает. Мы будем готовить техническую проектную смертную документацию на рекультивацию этой полигоны. Все, в первую очередь, в первую очередь, в последнюю очередь.